Ну а начать наш сегодняшний разговор с вами, Андрей, хочу с протестов в Башкирии. Как вы оцениваете их массовость? Потому что только когда они начались, достаточно много скепсисов было, говорили о том, что одним днём это всё закончится, но вот сегодня вновь вообще эти протесты возобновились. Когда журналисты задали вопросы о массовости этих протестов спикеру Путина Пескову, он сказал, что это отдельное проявление, массовость он никакой не видит. Когда журналисты решили уточнить, почему же тогда участников протестов задерживают по статье о массовых беспорядках, он сказал, что в данном случае речь идёт о юридическом термине, а он говорит о фактическом количестве людей. Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, то, что происходит сейчас в Башкирии, оно будет иметь продолжение в массовости, в количестве таких протестов, возможно, по другим каким-то сегодня волнующим темам россиян, в других даже регионах. Потому что в данном случае, напомним нашим зрителям, что речь идёт о приговоре местному активисту. Значит, массовость, можно сказать, что это массовые протесты в сегодняшней России, действительно, это так. Продолжения этого не будет в плане того, что мы сегодня видели, сегодня даже выходили там тысячи уже человек, это намного меньше, чем было изначально. Количество будет уменьшаться, что, собственно говоря, не застраховано от того, что будет происходить по другим темам, по других, например, регионам. Но на сегодня говорить вообще о протесте в России, я бы просто не стал говорить, что это приобретает массовый характер. Как мы видим, что это к основной теме, к теме войны, это не имеет никакого отношения. Локальные подобные вещи будут происходить далее, и опять-таки власть будет реагировать на них, может быть, жёстче, может быть, менее жёстче, чем на башкирский протест. Но я не вижу никаких проблем для центральной власти. Для власти в регионах, да, возможно, какие-то подвижки, там, перестановки на местах могут быть из-за подобных вещей, но не более совершенно. Это, в общем, такая, там могут провести какую-то ротацию. Мы видим прекрасно, что власть достаточно сегодня имеет все средства для того, чтобы подавлять подобные вещи. Тем более, что это действительно достаточно стихийно происходит. Это не происходит от глобальных проблем и вещей. Ну и, в общем-то, здесь рассчитывать на то, что это превратится, именно вот эти вещи превратятся, действительно, на массовости по стране, ну, я просто бы не стал, и я не вижу никаких предпосылок для этого. А что может быть предпосылкой для какой-то массовости? Или, в принципе, уже ничего не может... Нет, 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 почему бы. Мы давно говорим уже на зависимости от количества погибших российских солдат, от этого числа, там, то, что я называл уже давно, от полмиллиона, когда будет, и больше. Полмиллиона, на мой взгляд, будет где-то, скорее всего, ну, с учетом, опять-таки, сегодняшнего дня, как происходит это в ежедневном режиме, можно сказать, что подберется количество вот этого полмиллиона где-то, наверное, в апреле к маю месяце, скорее всего, этого года. И вот тогда, в зависимости от того, из какого региона, сколько было призвано и мобилизовано граждан России на эту войну, и, опять-таки, количество грузов 200, пришедших на ту или иную территорию, вот здесь уже могут начаться процессы совершенно другие, которые могут иметь последствия. Но, опять-таки, это мы говорим вот где-то апрель-май месяц, потому что все-таки до так называемых выборов, до марта месяца, ну, власть будет и скрывать, естественно, как бы, как она делает до сейчас потери. И полностью будут стараться как-то нивелировать протест, если будут где-то какие-то стихийно возникательные вещи, где-то кого-то будут задавривать, где-то кому-то будут показательные выступления там с арестами происходить. Но это, опять-таки, будет все, будут стараться это сгладить. Ну вот, а вот после 17 марта, в общем-то, начнется вот это, будем подходить к тому рубежу, вот это полмиллиона убитых, когда будет уже невозможно это даже не скрыть. А, в общем-то, это просто будет уже настолько заметно внутри страны, в каждом поселении, да, в каждом городе, что уже просто действительно власть придется предпринимать, ну, какие-либо меры для того, чтобы обузнать протест, который будет возникать именно по количеству убитых граждан. Так что сегодня пока говорить о том, что массовость может там каким-то образом повлиять на решения центральной власти, нет, сегодня не может. Но, а через полгода это будет совершенно реально. Точно этим же вот можно объяснить то, как силовые структуры воспринимали протест жен мобилизованных. Ну, протест жен мобилизованных, он продолжается в локальном случае, он не носит массовый характер, надо сказать, да. Но там никого не задерживали, все прошло спокойно, сувиденно. Их не такое количество еще, опять-таки, пока. Да, и они, надо сказать, против войны-то не выступают. Да. Нету этой риторики. Нету риторики против центральной власти, которая развязала эту войну. Против Путина там высказывания есть, безусловно, но они больше на эмоциональном уровне, чем на продуманном, глобальном, да, поэтому, и на умственном. Поэтому сейчас, опять-таки, жен мобилизованных не представляет никакой угрозы. Другое дело, что, опять-таки, вот они сегодня выходят, пытаются вернуть своих мужей, вот эти активисты, да, которые находятся в этом движении. А с каждым месяцем будет ситуация такова, что именно к этим женам будут возвращаться грузы 200. Вот тогда тоже можно будет посмотреть, как это будет развиваться. Другое дело, что, конечно же, каждый потом, получив, когда придет горе в семью конкретную, да, они закрываются в себе. Естественно, это логично, это обычное такое человеческое восприятие. И вряд ли они будут в ближайшее время, кому вернут мужа в пакете, будут заниматься общественной деятельностью. Так что будут бегать сначала, пытаться получить обещанные государством миллионы за утрату. Но этим побегать придется тоже очень долго. И вряд ли у всех этот забег будет удачным. Андрей, смотрите, то есть возвращаясь к вашему тезису, когда потери будут составлять уже полмиллиона в российской армии? Вот, я считаю, что это точка, да, это черта, когда могут начинаться процессы. Да, безусловно. Протесты будут против войны? Сейчас сложно сказать. Вот прям сразу, ну, слушайте, опять-таки, ну, мы с вами не волшебники, да, как бы, или так, не Кассандры. Поэтому я действительно считаю, что полмиллиона, да, это та цифра, рубеж, который когда будет перейден, может позволить действительным процессам начаться. Потому что все-таки нужно понимать, 140 миллионов приблизительно живет в России. Огромная территория, огромное количество населенных пунктов. И сегодня там, сколько, 360-370 тысяч убитых. Да, это большая цифра. Но пока она не позволяет начать процесс, потому что действительно, одна огромная территория расположена на населенные пункты, где были, где жили вот эти вот убитые российские преступники, так называемые солдаты. Поэтому, ну, я считаю, что полмиллиона как раз это достаточная такая цена для начала какой-то такой, действительно, движухи. Будет ли это против войны? Будет ли это каким-то изначально другим триггером и другими требованиями? Сложно сейчас сказать. Здесь как раз, здесь предугадать как раз и невозможно. Но то, что, ну, я просто действительно очень удивлюсь, если получится так, что полмиллиона граждан России Путин сгубил за два года, да, там чуть больше двух лет, и это пройдет как будто как тишина какая-то. Но такого же не может быть. То есть все-таки, как бы люди зомбированы бы не были, но здесь как-то, я не знаю, все-таки представляете, ну, просто полмиллиона, это что такое означает? Это означает, как минимум взаимодействует общее количество 10 миллионов, можно считать. Это включая родственников, ближайших, дальних родственников, друзей, близких друзей, да. То есть вот 10 миллионов затронет уже погибших, они там покалечены, это отдельная история, их будет тоже приблизительно равная цифра, но это не даст как раз никакого такого триггера для выступлений, по большому счету. А вот именно погибших, 500 тысяч, и соответственно окружение, как раз 10 миллионное получится общее количество, вот здесь уже действительно очень сложно будет власти находить те или иные слова, деньги или что-либо еще. Ну вот, потому что эта цифра же ведь увеличивается с каждым днем. Тоже нужно понимать. То есть мы же говорим только вот полмиллиона, миллиона и дальше, дальше это будет происходить, если будет проходить война, если Путин не подпишет капитуляцию. А капитуляцию пока не собирается подписывать, мы видим прекрасно как бы это, да. Соответственно мы говорим о продолжении войны в той или иной форме. Поэтому, ну, надо сказать, что сегодня, насколько мне известно, на фронте Россия уже ну как-то изменила немножко тактику и, скажем так, у них нет возможности кидать пушечное мясо. Нет, не хватает солдат. Если раньше вот затыкали дыры как бы и пушечное мясо кидали этих зэков, этих мобиков, то сегодня уже как-то тактика войны меняется у России, потому что сами видите прекрасное количество потерь. Уж они-то знают сто процентов количество своих потерь. Мы же приводим там независимые данные, да, которые в общем-то подтверждаются, но вот со временем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok